Театр без коробки и зритель без кресла. Нетривиальным форматом спектаклей посвятила свою лекцию эксперт фестиваля «Золотая маска» Александрина Шаклеева. На улице, в книге, в баре и в других неожиданных местах может разворачиваться театральное действие. Это отражают такие популярные направления, как променад и сайт-специфик театр. Сайт-специфик театр может работать с пространством разными путями, работая с разными кругами. Пространство может быть местом действия, мы можем использовать его только как декорации, при этом оно может быть метафорой ситуации. Арт-резиденция «Поле» – проект, получивший грантовую поддержку Росмолодежи. Три блока – образовательный, практический и блок исследования исторической памяти. Прослушать цикл обучающих лекций от эксперта театральной сферы, предложить идеи своих проектов, доработать их вместе с экспертами для создания совместного продукта с молодыми специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. В лаборатории станут исключительно непрофессионалы. Мы ориентировались на какие-то крупные молодежные сообщества, мы смотрели по аудитории моей территории, свободного молодежного театра, драматического местного театра, смотрели, кто ходит, кто комментирует посты, кто участвует в каких-то обсуждениях, коммуникациях и обращались к этим людям. Они нам рекомендовали других людей, это такая паутинка или цепь. Сейчас идет выбор локаций для постановок. Будет создано 8 спектаклей, которые зритель сможет посетить по определенному маршруту. Участники могут стать не только актерами, но и освоить другие театральные профессии. Помощник режиссера, театральный менеджер ценен уникальный опыт каждого человека. Вы педагог, здорово. Если вы как-то связаны с медициной, здорово, потому что ваши профессиональные навыки, ваши знания, ваш опыт, вот как раз нам сюда его интересно, а вот в этой коллаборации с режиссерами у вас родится какой-то невероятный спектакльник, какой-то невероятный театральный продукт с вашей историей, с вашим опытом. Показы спектаклей пройдут 8 и 9 августа, а пока еще можно успеть принять участие в проекте. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время.